Друзья, сегодня 24 января, мы находимся во дворе Ленина 16. Мы хотели бы показать вам состояние нашего двора на данный момент. Меня зовут Людмила, я проживаю тоже в этом дворе. Смотрите, что у нас творится. В 21 году наши жители дома Ленина 16 нанимали технику для того, чтобы почистить свои парковочные места. Но техника ЖКХ, она работала, чистила. Но в этом году у нас вообще полный беспредел, мы не знаем, чего делать. Советская 50 тоже нанимала технику. А почему мы должны нанимать и платить технику, если мы платим налоги? Мы платим ЖКХ за все, за вывоз мусора, за уборку территории, за преддомовые. В чем проблема-то? Вот обратите внимание сейчас на нашу дорогу. Какая колея проходит по всей территории двора, включая проездную дорогу между улицами? Примерно 25 сантиметров глубина. Свернуть ни вправо, ни влево возможности никакой нет. Поэтому только уборка и больше ничего. Ну и Володя, у нас согласитесь, у нас даже если сюда вот машина заедет, при всем желании, вот она даже не встанет. То есть у нас даже места здесь свободные, можно смело вычищать эту территорию. Потому что машина здесь не стоит. Она просто не может заскочить сюда физически, правильно? Правильно. Я уже здесь застревал. Ну, видно же, да? Вот еще один дворец едет. Вот машину кидает в разные стороны с колеи. Здравствуйте. Меня зовут Инга. Вот сегодня иду к своей подруге в гости, и в этом дворе творится что-то ужасное. Во-первых, очень скользко под этой няшей огромное снега. Я не знаю, как здесь ходят бедные инвалиды. Ну, я не знаю, те люди, которые вообще плохо передвигаются, потому что я тоже себя к ним перечисляю. В силу того, что у меня стоят два протеза. Поэтому это какое-то просто безумие. Когда у нас власти наведут порядки? Больше мне сказать нечего, потому что в соседнем дворе я живу, там получше, чем здесь. Инга, вы знаете, вот сегодня прошла информация о том, что администрация предлагает 6 копеек собирать жителей для вывоза снега с одного квадратного метра. Ну, то есть, скажем, если квартира 50 квадратных метров, то вот можно в простой арифметике умножить. Это, я так понимаю, будет в следующем году. Как вы считаете, это найдет отклик у наших жителей Северной? Ну, я думаю, вряд ли. Потому что я считаю, что мы и так неплохие деньги платим управляющей компании за то, чтобы они делали свою работу. Мне кажется, я сейчас вообще не наблюдаю практически дворников. Ну, и еще один вопрос. Вы все помним, какая зима у нас была в прошлом году? Ведь снега не было столько. Не было. Практически была бесснежная. Если уж на то пошло, можно посмотреть в интернете. До Нового года он постоянно тутаял, то снова выпадает, тутаял. Была такая, скажем, каша. Сейчас просто аномальная зима. И мы сейчас вот узнали, случайно узнали, что у нас зима в Северодвинске, оказывается, есть. Снежная бывает, оказывается. Снежная бывает, да. В Севере. Да. Это точно. Нет, я считаю, что это неправильно брать деньги еще дополнительно с жителей, потому что должны как-то деньги закладываться. Ну, для чего тогда эти устраивают тендеры? То есть, кто дешевле даст, кто-то работает, а потом денег в результате не хватает. И сейчас собираются деньги собирать жителей, но это неправильно. Закладывайте сразу же о том, что мы живем на Севере. Порвемся. И у нас северные зимы бывают разные. Тем более здесь мы в море живем. Спасибо большое. Меня зовут Михаил. Я здесь живу. И, собственно говоря, что очень отвратительное состояние внутри дворовой проезжей части. То есть, сами видите, колейность. И плюс ко всему добавляется, что колейность очень глубокая. А горб, это я вот сейчас разбил на самом деле, а горб он заледенелый. И то есть, если машина с низким клиренсом, как у нас с супругами, у нас корейцы, у них низкий клиренс. И, короче, мотя висит на этом горбе передними колесиками, крутится и все. И дальше деться никуда не может. Плюс дочка бегает в школу. Вот. Так что надо. Пока тепло. А, Михаила, когда управляющая компания очистила наш двор? Не помните? Я, к сожалению, сказать не могу. Но на данном участке у нас есть два дворника. Просто они сейчас в отпуске. Мама и сын. И, кстати, очень ответственные работники. А внутри дворовой я не помню. Ну, когда трактор был. Был? Был. Нет, ездили. С утра ездили. Ну, было. Точно помню, на прошлой неделе. Где-то там, ну, проезжали. Но у нас же после этого была отепель. И получается, галия там после трактора как раз. Ну, после отепеля их не было. После отепеля их уже вот здесь вот не было, на этом участке. Вот. Ну, а трактор, он сегодня ездил где-то там. Он сегодня там ездил. К сожалению, он здесь, ну, не проехал. Не знаю. И вот здесь вот очень отвратительное состояние дороги. Сегодня помогут двоим автолюбителям. Один там встал парничка, но его только машиной смогли выдернуть. А другого вот здесь вот откопали и толкнули. Так что так. Да. Хотел бы попросить управляющую компанию, потом, когда они очнутся и начнут уборку вот, ну, вот этой вот территории, убрать вот эту кучу. Ну, потому что, ну, куда-то дальше вытаскивать тяжело, вот. Но я боюсь, чтобы она не осталась тут как памятник на всю зиму и потом весной мы плавали. И также еще, к сожалению, вот в этом году обратил внимание на негативное явление в нашем дворе. Это подснежники. У нас появились машины, которые стоят. И вот это бы место пригодилось бы другому человеку, мне кажется. Меня зовут Андрей, я проживаю в доме Ленина 16, дробь 1. Двор наш, состояние дорог в нашем дворе находится в отвратительном состоянии. И хотелось бы, чтобы усилиями управляющей компании и администрации все было приведено в надлежащий вид. Спасибо большое. Андрей, а вот вы сейчас стоите в колье, примерно глубина, чтобы было понятно. Это сейчас уже глубина, условно говоря, разъезжена и почищена. Но так, по факту, ну, почти до колена. Потому что машины реально не могли проехать. Вот. А трактор когда последний раз был в нашем дворе? Трактор был в нашем дворе, по-моему, позавчера. Он просто поездил, вот там у нас площадка у 18 дома. Он просто поездил, что-то там попытался поподметать. Ну и в результате ничего не произошло. То есть, просто остались следы, а толка никакого нет. Вот и все. Спасибо. Спасибо вам.